Мировой океан покрывает около 71% Земли. При этом исследовано лишь 5% морского дна. Океанические глубины — это наземный космос. Там очень темно, мало кислорода и только одному богу известно, какие существа прячутся там, глубоко под водой. Это просто катастрофа. За сегодня пришло десяток запросов на проверку аномальных явлений. У нас в штабе не хватает спецагентов. Да уж, такого на моей памяти еще не случалось. Невер, Нео, для вас тоже есть задание. Есть сводка об аномальном явлении. Что-то странное происходит в водах Белого моря. В море? Уже не первый раз. Хорошо. Выкладывай информацию. Грузовое судно в течение дня присылало пугающее сообщение о гигантском кальмаре. К вечеру экипаж перестал выходить на связь. В кальмаре? Парни, берем три ящика биевые вперед. Закуска нас уже ждет. Джек, ты остаешься в штабе. Это задание не для тебя. Я 40. Блин, а я что-то забыл. У Собакина был такой голос. В прошлых сериях. Клет сидел среди желтых офисных стен. Мне нужна свобода. Океан меня ждет. Так что, Алиса? Или это какое-то другое чувство озвучивает? Это вся информация? Может есть что-то еще? Нам практически ничего не известно. Вы первые отправляетесь на разведку. У вас же не хватает спецагентов. Я готов работать. Джек, тихо. Знаешь, Алиса, обычно ты даешь больше вводных данных. По всему миру происходят странные явления. Почти все спецагенты работают на местах. Да был такой ответ, ты хочешь хавать? Нет, я пахал перед стримом. Поправляйтесь как можно скорее и разберитесь с аномалией. Перед просмотром рекомендую на... Новый персонаж. Такого же показывали в прошлых сериях. Но я просто не помню, у него вообще там голос был или нет. Не просто я что-то... Припоминаю, что голос был, но другой в лороке. Что ты еще не перешел по ссылке в описании и не играешь с нами. Кристалликс! Господи, он захватил все уже, все видосы. Организация отправила нас к аномальной зоне, под видом ученых-студентов, на рыбацком судне, в экипаже с капитаном корабля, которого вы все прекрасно знаете. Итак, наша задача попасть в аномальную зону, найти объект и устранить его. Есть только одна проблема. Мы можем не вернуться с этой миссией. Не вернуться? Как это? Нас же в случае чего спасут спецагенты организации. Судя по всему, у них достаточно своих проблем. И еще не забывай, что Егор ничего не помнит из нашего общего прошлого. Я вообще удивлен, что Егор оказывается еще и рыбак. Мне он об этом не рассказывал. Он проболтался об этом, когда мы с Заниловичем распивали очередную бутылку в бункере. Вот и наши студентики пожаловали. Кто бы мог подумать, что мой сосед окажется ученым-биологом? Добрый день, Егор. Меня зовут Невер. Ну, в чем ваша цель? Блин, а будет прикольно, если ну просто в конце каждого завершения сезона, ну а-ля сезона, типа про монстров, ну про людей в черном, ну вы поняли, короче. Если они будут просто всех этой хренью делать, чтобы они все забывали, да, и по-новой каждый раз знакомиться с персонажами. Мы выявляем и экстраполируем закономерностевые изменения в поведении глубоководной фауны. Затем мы создаем логаритмы и компьютерные модели, чтобы спрогнозировать влияние на экологию. Ну, я, я, конечно, не хочу гнать, но, по-моему, так каждый раз и происходит рождение. Сфотографировать ваш улов. Поискать аномалии. Секрет в том, чтобы прыгать без раздумий. Опа, опа, это линч? А, ну да, он в озвучке есть ни хрена, ни хрена, вот это да. Хрена, он борода, ты. Прыгай к нам, Илья. Вот, типа вот так он выглядит, то есть, когда не снимает страшилки, да? Окей. Мы с этим скоро отправимся в путь. А ты уже познакомился с моим матросом? Ну, он молчалив немного, пока к вам не привык. Пойдемте в рубку, я познакомлю вас с боссом. Тут даже два, Игора, блин, по факту, по факту. Да с тобой, Илья, мы еще поговорим вечером насчет письма. Опа. Монстрелло. И пропал, ну естественно. Знакомьтесь, это Ева. Она наш босс, викинг. Почему каждый раз монстры черные, типа? Это, ну... Ладно, это как... На ней все держится. И по совместительству она... Моя жена. Это какой-то слишком черный юмор. Все верно. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Плюс два часа стрима пипа-клаб. Тем более, Илья, мне не чужой человек. Я потом, если что, может, ну не знаю, может, сам себе задонет, чтобы просто вывести. Ладно, проходите в каюту. Амит поможет вам расположиться. Егор, нам пришла сводка. О! На, держи. Капа рыбе. Хе-хе-хе. Кажется, нас ждет отличный улов. Болинджер берегу, прием. Вы получили сообщение. С координатами запретной зоны. Прием. Черт. Прямо там, где наша рыба. Ясно. А тут, типа, будет какой-нибудь бермудский треугольник или что-нибудь в этом духе, или нет. Мы пройдем через запретную зону. Прием. Нет. Я подрабатываю иногда и трачу много денег, так что нормально. Ну, чувак, блин. Типа, а смысл тогда подрабатывать, если ты все бабки тратишь? Надо же копить на что-нибудь там и так далее. Как бы такое дело. Запрещено. Зоники, ты с детенышами. Прием. И вас поняли. Конец связи. Фин, ты будешь постоянно смотреть «Морское чудовище». Ну, если буду отвлекаться на чат и донаты, то да. Ну что, флакал наш лов. Это мы еще посмотрим. Перестроим маршрут. Нам придется плыть в обход за предыдущие. Маршрут построен. А реально, есть какая-нибудь такая тема, короче, у... Ну, свой GPS, типа. Ну, я знаю, что есть GPS у кораблей, да. А там также, ну, типа, у них озвучивают, то есть, они, правило, прокладывают маршруты из одного порта в другой. И, типа, у них там тоже девчонка говорит, что «Маршрут построен!» Там почти вся сотня миль. То они издеваются над нами? Егор. Есть у них такая фича? Хорошо, босс. Сейчас перестрою. Блин, я не могу на линч смотреть в таком скине. Ну что, когда отплываем? Мы не плаваем. Плавает только домино в проруби. Я не хотел сказать ничего плохого. Мы познакомились слегка странно. Как тебя зовут? Я Амид. Выбирай койку. Возможно, это идея для создания нового канала, типа, знаете, у него же и так есть несколько каналов. Может быть, опять будет новый и будет не линч, а Амид. А почему их только три? Трое спят, двое работают. Можно посмотреть. Может быть, он уже есть. Секретный. Недостаток сна вреден. И ведет к эмоциональным взрывам. С каких пор, все смущать не до... У меня все, в принципе, больше не надо. Мне поэтому деньги ей дарят. Не, ну, так многим, я думаю, бабки дарят. Но, блин, все равно, типа, знаешь, на будущее можно же себя откладывать. Не конкретно на какую-то хотелку, типа, там, знаешь, а-ля... Ну, что-то, что-то просто пойти купить в магазе, там, а-ля съедобное или несъедобное, а просто на будущее можно же откладывать. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и все. Чувак, когда я пропадаю, на стрим приходит става, если он мне боится, это странно. Мне так однажды GPS-монаршрут прям через лес многоэтажку построила. Ну, чувак, на то он и GPS, но, типа, как бы... У всех, я думаю, такое нет-нет, но было. До соток сна. Ты будешь полностью смотреть морскую чудовище? Нет, нет, я пока что одну серию гляну, там посмотрим. Хватит мыть, Илья, ты не на курорт отправляешься. Расслабься, сейчас не твоя смена. Да я и не напрягался, просто... Вы что, издеваетесь? Кто из вас взял на борт собаку? Это не просто собака! Это не то, что ты подумал. Какой-то дурдом, ей-богу. Ля какой... Какого хрена ты здесь делаешь, Джей? Чё, не ожидали, засранцы? Я отправляюсь на задание с вами. Тебе же Алиса сказала оставаться в штабе. У нас из-за тебя будут большие проблемы. Не бупни, Нэтик. Я здесь всё разрулю, а то без меня бы вы опять натворили херни. Так, а ну иди сюда, я тебя сейчас заморозкину, птина ты гребаная. Спокойно, зубы скалить и я умею. Смиритесь, теперь мы работаем втроём, девочки. Защити нас от опасности и глубины, Господь, наполняющей сети. Помоги нам вернуться в гавань целыми и невредимыми. Аминь. Ну всё, погнали. Отдать швартовый, поднять паруса. Ну ладно, это не парусник. Ну пофиг. Егор, почему ты не сказал мне, что эти двое взяли собаку на борт? Что мы... Как там, поднять теселя ли селя, там что-то как-то бомбранд селя, или как-то так называется. Я просто в Assassin's Creed Black Flag играл, там такая фигня была. Будем с ней делать. Собаку? Я ничего не знал об этом. Не хватало нам ещё собак на корабле. Егор, иди поговори с Невером, нам не нужны лишние проблемы. Невер! Это что за дела? Мы не договаривались на собаку! А ну-ка! Да, да, извини, Егор. Собаки здесь не должно было быть. Илья втанье от меня взял её с собой. Я понимаю... Мне интересно, он скажет что-нибудь типа, ну, собакен? Это звучит глупо, но... Я хочу посмотреть, как Егор удивится. Она мне тут засырёт всё и засыт. Ты сам будешь убирать за ней. А если с ней ещё и случится чего, я брать ответственность и себя не собираюсь. Всё. Я прослежу, чтобы она вела себя хорошо. Запирай... Да алё, Тузик, блин, скажи ему что-нибудь. Ответь, что он хав... Он схавает, типа, просто... Просто промолчит. Я обещаю её в подсобке. До самого возвращения. И... И... Знать я о ней ничего не хочу. Обещаю. Она не помешает вам. Всё будет в порядке. А Илья... Ему я сделаю выговор. Совсем уж распоясался. То-то. Что лучше персогласен? А тебе говори. Вот, сука. Я её саппорт выкину когда-нибудь. Нихрена, а что это? На канале манёж нет цензуры. Хотя ладно, сука, это литературное слово. Не забываем всё. Надеюсь, мы друг друга поняли. Мне кажется, если собаке на... На него можно рыбу ловить. То есть, знаете, просто... Сажать его на крючок, рыба подплывает. Ну, какая-нибудь акула, да, условно, чтобы схавать его. И он, короче, её просто по морде будет бить кулаком, типа, вот. И брать её за шкирку, типа, и всё, типа, вынимаю начальник, короче, и вынимает вместе с рыбой. Вот он, сосед мой дорогой. Ай, какого хрена? Додумался же собаку на борт взять. А чё не лошадь? Да он сам, алё? Что сейчас было? Ты что, на меня всё свалил? Так было нужно. Ни одному же мне оправдался за это недоразумение. Вот сучоныш. Да я ему весь корабль засую, засую. Он ещё поплатится за свои слова. Хорош. Так, Джек, спокойно. Ты что, за борт хочешь вылететь? Будешь вести себя смирно здесь. Это не наша территория. Да я эту территорию скоро помечу. И посмотрим, у кого яйца-то больше. Что он несёт? Джек, тебе придётся слушаться нас, иначе никак. И постарайся не говорить по-человечески в присутствии других людей. А чё он ведёт себя со мной, как с псиной какой-то? Я королевский бульдог, мать его. Дордом. Ей-богу, дордом. Блин, текстурка корабля похожа на фильме у Хирейда тоже, который у него выходил в том году, кажется, или когда. Или аж позапрошлым, я не помню. Тоже там у него что-то про корабль, короче, было текстурки, по-моему, такие же. Субтитры сделал DimaTorzok Я бы никогда не поверил тебе, если в письме ты не описал подробно... Чё-то мне кажется, сейчас что-то будет. Я никому не рассказывал. Ща вылезет монстр какой-нибудь из воды. Возможно, в этот раз мы встретим одно из таких существ, которое я описывал в письме. Не зря ж мы с Невером здесь. В море полным-полно всякой ереси. Море часто забирает неугодные... Я слышал, что недавно в этих местах пропало грузовое судно. Это правда? Ты бы лучше помалкивал на такие темы. Беду еще навлечешь. Рыбаки люди суеверные. Если честно, я вообще удивлен, что ты рыбак. Раньше ты мне об этом не рассказывал. А мы с женой занялись рыболовным промыслом. Недавно вот совсем. Пытаемся сводить концы с концами. И все-таки, такая работа не самая безопасная. Лишь бы шторма не было. Поговори мне еще о тут. О шторме. Уже и так сполна наговорил. Знал бы ты, что ждет нас завтра. Ну же, музычка такая была... Что, реально не будет ничего, что ли? А ну-ка, а сейчас? Музычка такая нагоняющая была. Я думал, шторм выпрыгнет. Скорее всего, эта вылазка будет для нас особенной. Ух ты, они здесь? Справа по курсу киты. Значит, идем ловить китов. Летцгиря. Чего себе. Никогда не видел китов так близко. А нам? А нам показать? Видишь? Да, да, вижу. Кажется, там детеныш. Поверить не могу. Илья, ты что, не видишь? Нет, вижу. Киты обычно не появляются там, где ходят сюда. Они не любят шум. Ну так, а может реально? Может это не киты вовсе, а? Ой, не начинай. Киты хороший знак. Что-то здесь не так. Еще одна стая впереди. Меньше мили. Их очень много. Думаешь, они от чего-то спасаются? Кажется, началось. А это чё за? Ева. Что? В окне там. Они движутся нереально быстро. Но это не киты, все понятно. Или стоп. Нет, ладно, выглядят вроде как киты. Илья, ты? Хотя непонятно опять же. Так, парни, вы целы? Амид? Господи. Боже, что это было? Амид, какие повреждения? Амид? Мне нужна помощь этих студентов. А я думал, амид забыл, как его зовут. И не отвлекался, типа не отвлекался. Потому что, типа, блин. Чё, какой амид, типа я же линч. А потом вспомнил. Ответил. Что, думаешь, это оно? А что, по-вашему, киты с нами играются? Конечно, нахрен, это аномания. Never, Илья. Здравствуйте, впервые вижу этот канал тоже. Нифига, чё, серьёзно, это ты... Это как? В рекомендациях ты увидел, что ли, стрим? Даже такое может быть? Пробойна! Что-то воздействует на древесину. Каремба, полундра! Свистать всех наверх! Нам спуститься? Нет, нет, не надо. Тысяча чертей! Илья, принеси железную спицу для пробы. Давай, давай, быстрей! Ты знаешь, что это? Мы напоролись на что-то. Боллинджер охране, приём! Боллинджер охране, приём! Чё, всё, что ли, сейчас потонут, как Титаник? Не ловит. Ты завёл нас в запретную зону. Ты полный идиот, ты в курсе? Это может быть что угодно. Во что мы вляпались? Что это? Может, утечка химикатов? Мы это обязательно выясним. Невер, постой! Ребят, мы что, тонем? Эй, мы тонем? Нет, Илья, мы не тонем. Боже мой! Это что за штука нас остановила? Что-то просачивается через дерево. А мне покажите! Чёрт! Что это такое? Возможно, это моллюск? А, чувак, нифига ты нас спамил. Я после... Сейчас давай серию досмотрим, потом отвечу. Я видел, ты взял с собой акваланг? Да. Значит, ты планировал нырять? Ну, я не уверен. Ты не мог бы заодно отодрать этих моллюсков? Там может быть что угодно. Парни, вы же для этого здесь. Аномалии нет? Ну так... Гарпун в руки какой-нибудь, пошли на китов. Так, давай-ка я тебе помогу, хорошо? Что если со мной там что-то случится? Ты знаешь, я не допущу. Не, на самом деле, а вдруг тут какой-нибудь монстр размером с... С этого... Блин, как его звали, я забыл. Типа вот этот здоровый, если монстряка, короче, будет, который был в сериале монстр одноимённым, да? То как бы, ну вот эта маленькая лодочка, ну как-то против него не покатит. Нож для разделки рыбы? Сделай, и что сможешь. Чё он этой заточкой, типа, сделает, алё? Ладно, я попробую. Помню, Илья, я рядом. Чё с ему этой заточкой? Ему же самому. Знал ли я, что увижу монстр? Однозначно да. Ля, в натуре стране огромную сарелись бы не было. Готов ли я был ко встрече с монстром? Ема! Нет. Ема, это лапа? Что это за поступательные движения вперёд-назад? Типа он что, влюбился в эту лодку? А это что за звуки? Блин, звуки-звуки прикольные, как будто какой-то брачный период у китов. Остановись, не надо! Или у монстра. Не, ну реально, он этой пукалкой, ну типа, как вообще. А шалень, мама рюдная, ё-моё. Ну, слава тебе. Егор, помоги мне вытащить его, скорее. Больше я туда не полезу. Что, 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 что там такое? Что, что ты видел? Расскажи. Это, там какой-то организм. Один огромный организм. Это ж вид моллюсков или как? Нет, нет, нет. Это не моллюски, это... Какие-то конечности. Конечности животного? Похоже на щупальцы и... Их очень много. Ничего не понимаю. Он не знает, что видел. Ева, это кальмар. Наверняка это какой-то кальмар. Нет, это... Это точно не кальмар. Скорее, это мутант. Он гигантский. Он больше, чем любой известный кальмар. Он огромный. Гигантский кальмар, слышала? Я слышал странные звуки. Это явно что-то другое. Интересно, как они собрались с ним бороться. Все наверх, пойдем. Нет, нет, нет. Она, наверное, сейчас не покажет. Не трогать это существо. Все может очень плохо закончиться. Так он лодку-то разъедает, типа. Надо что-то делать. Он вообще, по-моему, ее держит. Ааа, пошло, пошло. Ну все, это ГГ. Приплыли. В прямом смысле. Ой-ой-ой, что за цаца. Не, ну слушайте, прикольный серик. Монстр, я что-то думал, похоже как-то будет, но прикольно. Наконец-то я дошел до него. Не, ну линч, линч хорош. Линч зарешал. А там будут интересные коллабы тоже дальше? И сам линч тоже будет в Next Series? Если да, то 100% досматриваем.